Здание украсило собой Ленинский проспект, подчеркнуло его значение как главной магистрали, главной улицы города. Среди наиболее известных жителей этого дома, конечно, я думаю, здесь жили и какие-то, наверное, герои, в том числе герои войны, и офицеры, которые сделали, наверное, хорошую военную карьеру, может быть, даже стали генералами. И вот среди тех, кто здесь жил, в конце 40-х, начале 50-х годов был Леонид Борисенко. Прославился он тем, что был фотографом и фотографировал город как раз вот этого периода. Очень много у него фотографий сделано прямо с балконов и из окон своего дома на Ленина 35. Мы можем видеть перекресток Лениной и Партизанской, мы можем видеть на его фотографиях, как застраивался Ленинский, как он асфальтировался, как росли новые высотные дома далее по Ленинскому и каким был исторический центр. Так что Леонид Борисенко, конечно, одна из наиболее выдающихся личностей в масштабах нашего города в том числе. В 1976 году, в то время, когда уже на противоположной стороне была не воинская часть, а было летное училище, на торце дома, выходящем на улицу Партизанскую, была помещена мозаика «Небо Родины». Автор ее художник-монументалист Лев Шмидт. Небо Родины символизирует мирное небо, которое защищает летчики, учащиеся Барнаульского высшего военно-эволюционного училища, которое, собственно, находилось через дорогу в этих самых казармах. Так что это тоже определенный пласт военной истории, но уже отраженный в монументальном искусстве. Ну а впоследствии дом по проспекте Ленин-35 был признан памятником архитектуры, и сейчас он таковым является. К счастью, мозаика, которая на нем размещена, тоже является неотъемлемой частью памятника архитектуры, и это ее защищает, потому что многие памятники советского монументального искусства, к сожалению, могут быть разрушены, они уже разрушены, потому что они не имеют никакого статуса, многие не представляют их ценности, не видят ценности, ну что там какая-то старая мозаика, осыпалась, содрали и убрали. Вот эту мозаику убрать нельзя. Так что дом на Ленина-35, дом военведа, это памятник сразу трех эпох. Довоенный, послевоенного периода и эпохи классической советской архитектуры 70-х, 60-х, 70-х, 80-х годов.